Я не хочу, во-первых, оправдываться, я не хочу никого обвинять. Я прекрасно понимаю, что когда меня избрали на должность президента Федерации бокса Кузбасса, я понимаю, что я на себя принял огромную ответственность в лице президента и также принял огромный багаж как хорошего, так и, может быть, не совсем хорошего. Каких-то проблем, каких-то вопросов, которые копились не один год и которые достались нам всем в наследство. Но по-прежнему заявляю, что мы готовы их решать и мы обязаны их решать. Если мы говорим о развитии бокса Кузбасса, мы их обязаны решить. И нету таких вопросов, которые мы, знаете, вот не знаем мы, что делать. Все в наших руках. На сегодня у нас бюджет Федерации наполняется. Конечно же, Департамент физической культуры и спорта никогда не стоял в стороне бокса. Бюджет был порядка миллиона триста, миллион сто. Всегда с государства деньги получались. И распределялись по школам, и тренера со спортивной ездили. Но сегодня наша задача увеличивать этот бюджет. И мы это делаем. Я хочу сказать честно, и все тренера подтверждают, что сегодня состояние бюджета такого не было никогда. Мы сегодня все старты, главные старты. Мы финансируем тренеров, мы финансируем спортсменов. И это уже начинают люди чувствовать. У нас есть программа развития бокса Кузбасса. И в этой программе заложено как раз один из вопросов. Возможность создать условия для спортсменов, которые переходят во взрослый бокс. Есть вопросы, которые глобально мы бы хотели решать. И мы об этом сразу говорим. У нас очень талантливая молодежь. У нас великолепная школа. У нас великолепные традиции, тренерский состав. Но на сегодня в Кузбассе пока не сконсолидировано и не создано место, с помощью которого мы могли бы предложить нашим юниорам, людям, которые будут переходить в возрослую жизнь. Я глубоко в это верю. И, конечно же, каждому спортсмену, тренеру хочется лучших условий для своего спортсмена. Но мы сегодня имеем серьезные шансы для развития бокса в Кузбассе и создать подобное учреждение, подобный инструмент для того, чтобы наши спортсмены, которые нам давали результаты все на первенствах, на российских, они чтобы здесь оставались и потом выступали от Кузбасса в качестве уже взрослых спортсменов. Скажу вот следующее. Если ты хочешь стать чемпионом, если ты хочешь подняться наверх, то в любое время это сделать непросто. В любое время нужно трудиться. Что вчера, что позавчера, что 50 лет назад, что через 100 лет. По-другому не бывает. Выигрывает и побеждает самый сильный. Тот человек, который больше всех трудится, кто больше всех желает этого, кто больше всех мечтает об этом. Нелегко. Не вчера было, не сегодня. Но, наверное, благодаря развитию, а сегодня мы понимаем, что у нас государственная политика страны в лице нашего президента Владимира Владимировича Путина, который говорит о том, что спорт сегодня в приоритете. Что спорт – это тот инструмент, который мы должны использовать в хорошем смысле слова. Воспитание патриотизма, воспитание нации, здоровье нации. И, конечно же, сегодня, мне кажется, мне кажется, сегодня многие границы, многие рамки расширяются, многие двери открываются. В Федерации бокса Кузбасса есть люди и с опытом, и есть люди молодые. Я себя отношу к людям, которые, наверное, еще не совсем взрослые, но и уже не мальчики. Я к тому, что коллектив очень энергичный, очень сильный, с большим духом и с большим желанием. Я думаю, что мы позволим и мы сможем сделать так, чтобы сегодня нашим спортсменам, нашим ребятам, кто входит в сборную, им было немножко полегче выходить на региональные турниры, выходить на всероссийские турниры. И, наверное, одна из главных задач сегодня – объединить Кузбасс, кузбасский бокс, в одно целое, в один кулак в отношении спорта, тренеров и судейства. Мы все знаем прекрасно, что судейство последние, наверное, годы в любительском боксе хромало, и сегодня на это делается отдельный акцент. И в том числе мы должны также на это обращать внимание, и наш судейский корпус, наши судьи, Федерация бокса Кузбасса, тоже должны быть сильные и квалифицированные, и, в первую очередь, не предвзятые никем. На моем поясе всегда было слово «Кузбасс». В моих анкетах было всегда написано «Город Прокопьевск, Кузбасс». На моем флаге за спиной, на российском флаге всегда было написано «Кузбасс». И флаг города Прокопьевска всегда был за моей спиной. И я, честно, не потому что там я добился каких-то результатов, а я просто искренне, по-человечески не понимаю, почему некоторые мальчишки, спортсмены могут стесняться, допустим, что там из Белова, или из Москов, или из Междуреченска. Я не понимаю, почему они этого стесняются. Ведь это их малая родина, и это там, где они родились, где их родители. Я не знаю, почему этого нужно стесняться. В моем лице я всегда говорил и гордился Кузбассом, и продолжая это делать, вы должны всему миру говорить, откуда вы. И тогда вас будут уважать, и тогда вас будут помнить, тогда будут гордиться ваши земляки о том, что вы несете имя вашего прославленного города, и что вы гордитесь, откуда вы. Это очень важно. И это принимают, кстати, все зрители, и это очень хорошо принимают комментаторы. И вот мы понимаем, вот мы обсуждаем, когда я выступаю, комментаторам уже ничего говорить не надо. В первую очередь они всегда отмечают уроженец города Прокопьевска, из Кузбасса. И для всех это знак, и для всех это некое отличие. Ни Москва, ни Лос-Анджелес, ни Лондон, ни какие-то огромные мегаполисы, а небольшой провинциальный город, который воспитал чемпиона. Поэтому патриотическое воспитание, это та часть, это наша обязанность рассказывать ребятам и говорить о том, чтобы они это помнили и не забывали. Конечно же, я бы хотел выразить слова благодарности, в первую очередь, всему спортивному обществу, боксерскому нашему коллективу, заказное доверие, потому как, повторюсь, единогласно было принято решение дать возможность возглавить федерацию бокса Кузбасса. И я, конечно же, хочу нести это доверие, нести этот флаг честно, открыто, с пользой для кузбасского бокса. Хочу поблагодарить департамент физико-культуры и спорта Кемеровской области, конечно же, Аман Гумирович Тулеева, губернатора. Я знаю его отношение лично ко мне, я знаю его отношение к боксу. Это всегда было, знаете, такое особое отношение, потому как бокс, спорт мужественных людей, и Аман Гумирович всегда поощряет, всегда оценивает заслуги Кузбасса в боксе очень высоко. Поэтому большое спасибо нашему дружному коллективу, ну а мы со своей стороны постараемся сохранить это доверие, приумножить и вывести бокс Кузбасса на новый уровень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова